Музыка Специалисты по психиатрии советуют разделять общественную и личную жизнь, но в непростые для всего мира времена сделать такое разделение практически нереально. На планете бушует коронавирус, отовсюду на человека льется мощный информационный поток, стремясь то погрузить в депрессию, мол никому не спастись, то вселяя излишний оптимизм. К нам обратился Виктор, жена которого задерживается на работе как раз из-за нового вируса. Что происходило на самом деле? Смотрите сегодня. Виктор, что вас беспокоит, почему решили обратиться к нам? У меня такая ситуация, я предъявляю свою жену в измене, она работала медсестрой и стала редко приходить домой. Говорит, что там смены задерживают. Ну, в общем, уже около двух ночей она не ночевала дома. И говорили, что вот это из-за коронавируса, там, графика не ходила. Ну, а из-за эпидемии, соответственно. Да, да, скачок работы пошел. И то, что могло бы заметить, она постоянно с ним сидит, дежурит. И странно это все, потому что недавно, вот, я делаю ее подружку, Юлию. Так. Вот. Ну, мы разговаривали с ней, она говорит, честно, случайно проболталась, что график у них. А, они вместе работают, да? Да, 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 они вместе работают. А, и график у них нормальный, никакого скачка этой коронавирусы не было. То есть в работе в самом режиме и никакого усиления не было. Да, я не понимаю, где она может находиться. И еще тоже была ситуация, заметно, у меня нижний белье купила новое себе. Вот это дорогое какой-то, фирмы Маркет. Я не страшно, откуда-то взяла, ну, где-то взяла, она говорит, ну, сама купила, там, заработала. Да, я же понимаю, что тут не могут быть деньги на это, это же дорогое, зарплаты не позволять. Ну, вот уже и сомнения тоже пошли, уже начали подтверждаться, то, что, ну, кто-то ей покупает, любовник, скорее всего. Ну, понятно, и все это одно к одному, у вас как-то сложилась общая картина, что вам нравится, что вы делаете? Да, я подозреваю ее в этом, потому что не могут быть такие дорогие вещи на такую зарплату. Понятно. Хорошо, Виктор, давайте мы установим камеру у вас в доме и посмотрим, последаем, услышим какой-то разговор. Да, я тоже в этом думаю, но единственное, что я вот, я не могу подозревать, потому что я дома, там у меня теща с ребенком подавалом, там, я думаю, что, да, там, думаю, нет смысла это делать, потому что мы постоянно дома, и ребенок маленький там, не думал, что она так будет. Хорошо, тогда мы пока ограничимся наружным наблюдением в медицинское учреждение, конечно, сейчас, ну, в связи со всей этой ситуацией, понимаете, попасть в медицинское учреждение сложно будет, но обычно наружное наблюдение, если есть методы, то есть какие-то измены, в общем, давайте будем на связи, и я думаю, что скоро все выйдет. Да, хорошо. За Ольгой устанавливается наблюдение, она выходит из подъезда своего дома. Ольга приезжает в поликлинику, в которой работает медсестрой. Так, вот Ольга вышла, смотри, она с какой-то девушкой. Куда они пойдут? Проследишь за ними? Да, хорошо. Слушай, ну это как мужик в кафедурке? А, меня прям могут выявить. Да, да, да. Да, да, да. Каких пациентов, это прям в наказание, я не знаю. Слушай, я тоже его, да, знаю, хорошо, он приходит, все разбегаются, он мозг выносит, его никто не любит вообще. Задал настроение, но я здесь развиваю. Слушай, а что насчет завтра, может, ты меня подменишь все-таки? Я бы с радостью, но он хотел бы на тебя. Во сколько все это дело? Вообще в семь. В семь, да? Блин, не очень это все удобно, конечно. Оль, ну деньги хорошие, не отказывайся. Ну ладно. Виктор, добрый день, это Григорий. Добрый. Вы знаете, мы вот при слежке за Ольгой кое-что выяснили, давайте с вами встретимся, вы можете увидеться? Да, да, могу. Хорошо, тогда я сейчас сброшу вам геометку, через сколько вы сможете прибыть? Ну, через часик, наверное, где-то. Через часик. Хорошо, давайте ждем, точку сбрасываю. А, хорошо. До встречи. До встречи. Виктор, да, здравствуйте, присаживайтесь. Добрый день. Добрый. Хорошо, что смогли приехать. Смотрите, у нас есть видео. Ваша жена Ольга в обеденный перерыв вышла с коллегой, и они шли и разговаривали. Очень важно послушать о чем. Давайте сначала послушаем, а потом обсудим. Готовы? Конечно. Все, я включу. Слушай, а что насчет завтра, может, ты меня подменишь, собственно? Оля, я бы с радостью, но он хотел именно тебя. Во сколько все-таки дело? Вообще в семь. Оля, ну деньги хорошие, не отказывайся. Так, остановлю. Ну, смотрите, неоднозначный такой текст. Ну, я не пойму, она получается у меня проститутка, что ли? Это прям, ну, я не знаю, это какой-то кошмар, и клиент какой-то ее там ждет. Ну, прям бордель просто какой-то. Да, звучит, звучит согласно, очень неоднозначно, но странно. С другой стороны, она работает в поликлинике, причем тут бордель с коллегой, обсуждать клиент. Может быть, речь о какой-то процедуре идет. В общем, смотрите, мы не можем еще ничего утверждать. Становится подозрительно как-то, какой-то клиент, ну, реально. Я согласна, согласна, согласна. Вы же не знаете у меня каких-то клиентов. Да, я ни разу не слышал, что у меня есть клиенты какие-то. Ну, смотрите, предлагаем мы сделать так. Завтра в 6 часов вечера давайте встретимся здесь же и будем наблюдать вместе, что будет происходить. Потому что речь идет о 7 часах вечера. Да, это поздно уже для рабочего дня-то. Да. Вот наше предложение такое. Угу, хорошо. Вы готовы завтра приехать? Да, да, да. И тогда будем в онлайн-режиме что-то решать, смотреть. Угу. Но будьте готовы, скажем, ко всему. Хорошо. К неприятным вестям тоже. Но сегодня не выдавайте себя ни в коем случае, что вы что-то знаете про завтра. Да, обязательно, конечно. Там ни шуточку, ничего не надо отпускать. Все в конспирации, да. Да, да, да. Это может быть сложно, но постарайтесь. Угу. Хорошо. Все, договорились? Да, спасибо. И завтра вас ждем здесь. Наступает следующий день. Шесть вечера. Да, Виктор. Здравствуйте. Здравствуй, я. Ну так, как у нас новости какие? Смотрите, ну пока новостей нет, хорошо, что вы приехали. Да. Во всяком случае. Просто уже прям весь на нервах. Хочется уже узнать, что да как. Хорошо, смотрите, Ольга еще не выходила. Нам остается только ждать, пока она выйдет и за ней преследить. Ну хорошо, что вы уже здесь. Да, для меня это важно. Я прям очень хочу узнать вообще, правда это или нет. Я понимаю, ситуация напряженная, конечно, но сегодня мы, собственно, все узнаем. Главное, что мы вместе и будем принимать тогда решение прямо по ситуации, да? Да. Ну давайте подождем. Давайте. Так, а вот и Ольга. Смотрите, выходит. Угу. Ну, куда она направляется, нам надо проследить. Поедем тогда за ней. Да. Да? Да. 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 Так, ну что, мы приехали за ней. И это явно гостиница. Ну да, так все-таки это правда оказалось. А она приехала в гостиницу. Ну, смотрите, она не заходит. Что-то разговаривает по телефону, что ли. Давайте сейчас... Не надо никак. Наш человек подойдет поближе, давайте попробуем послушать. Да, давайте. Сейчас, секунду. Алло. Алексей. Добрый вечер. Это Ольга. Да, подарок от московских партнеров. Смотрите, я уже подошла. Вы у себя? Угу. Так, а номер, как мне прислали, в сообщении 206. Да, я вас поняла. Да, все, я поднимаюсь. До встречи. Скоро буду. Угу. Угу. Ага, подарок какой-то, да? Она сказала, что она это подарок. Ну да, она подарок. Так это... Что будем делать? Смотрите, она номер назвала? 206, я услышала. Да? Ну, мы можем там попасть как-то узнать? Ну, попасть мы там можем, не знаю, Гриш. Комплимент от заведения. Ну, от отеля, да. Подарок от отеля. Да. Ну, а это получится? Так, постучаться и попро... Кать, ну, это если только ты, если только ты сможешь, потому что... Мне, конечно, не как горничная одеть совершенно, и не как сотрудник отеля, но, Гриш, давай там какую-нибудь бутылку. Бутылка шампанского есть в багажнике. Хорошо, давай ее сюда, я беру камеру, я пошла. Окей. Это не как-то получится. Не получится. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 и танцует просто но это него не возмутимо просто ну как так можно но она просто она же мне обещал что больше этим не будет заниматься и она опять же это делает мы договаривались на танец без рук без всего без каких-то контакт так смотрите он предлагает продал продолжение явное ну она отказывается она отказалась но я все равно не понимает это неправильно то есть танцевать перед каким-то незнакомым мужиком то есть она что продает себя за деньги это то же самое что переспать незнакомым человеком нет это не то же самое во первых факты измены не зафиксировано он явно ей предлагал это сделать она отказалась сказал что будет танцевать если только он хочет она сможет еще раз ему станцевать все ну то есть у нее цели изменять вам никакой нет это чисто работа это это уже получил деньги станцевал ушел все не испытывает никаких чувств никаких привязанностей и даже не готов за большие деньги продолжить это многом говорит это говорит о том что во первых она вам верна во вторых да она зарабатывает деньги странным способом но она не готова извините ни на что дальше то есть только танец получила деньги ушла все это вид заработка такой как это кошмарный заработок потому что я с ним не согласен меня с ней поговорить лично потому что я с этим вообще не против этого и я хочу чтобы пока дождаться и чтобы она вышла за тыль и поговорить с это это как понимать что вот это как понимать то есть на камеру погоди этот вот это твой коронавирус из-за которого ты оставалась на работе так ведь убери вот это все нет это так и будет ты не объясни пожалуйста вот это что происходит то есть ты говорил что остаешься на работе с больными с коронавирусом так ты работаешь то есть развлекаешься да как с костюме там красиво все вот это вот уберите камеры пожалуйста ведь или что откуда счета вообще-то взял но блин мы все мы все видели когда танцевала ты говорил что если ты бросил ты нормально ты подстроил ты вот это все это ты подстроил ну танцевал и танцевал и что теперь я же ничего такого нет ты мне обещала что ты все это бросила пять лет назад но это как это можно понимать так это ведь можно понимать не ну это неправильно ну ты мне что я танцую понимаешь я ничего плохого не делаю и раздеваешься перед каким-то мужиком ведь я твой муж ты должна только для меня я должен это все видеть я не какой-то левый человек да я раздевалась это шоу это моя подработка и я я же тебе не изменяю ничего такого не произошло понимаешь молодые люди пожалуйста ну не надо снимать я вас прошу это это все вред какой-то я тебе обещала я тебе обещала да но проблема не в этом проблема в том что понимаешь мне не хватает денег нет мне как женщине мне не хватает денег на элементарные мелочи просто про то есть ты говоришь ты бросил больше с коронавирусом а сама там запытаешься заразиться им перед каким-то мужиками непонятно нет я пытаюсь заработать себя на маникюр педикюр я не знаю походы в солярии понимаешь я ну ты мне даешь денег но мне их не хватает и это обычное шоу это подработка я знаю что ты не в восторге и поэтому я просто не стала тебе говорить иначе у нас был возник конфликт не ну объясни пожалуйста тебе что дороже да ну хватит уже пожалуйста ну тебе что дороже я или вот этого ведь ну конечно ну конечно ты ну что за глупые вопросы ты же знаешь что я тебя люблю но блин ну а на хрена ты дойдешь заниматься я тебе объяснила не мало зарабатывать любыми способами но не будут вот по всяким отелям шарахаться всяких костюм любыми способами я работаю в каловую нормальными адекватными и в больнице и здесь я просто прихожу 10-15 минут я танцую получаю деньги на свои какие-то причуды женские ухожу еще и ничего между нами с этими мужчинами как короче слушай меня внимательно либо ты выбираешь сейчас меня примут на этом месте ровно с либо по отелям ходить разных костюмах там развлекать не вредно кого там вот там сейчас вот выбери вот сделай решение успокойся ты прекрасно знаешь что я тебя тебя выберу естественно не отель но я тебя умоляю пожалуйста давай поговорим спокойно где-нибудь другом месте вот вот без этих вот это не по-взрослому все я сам разберусь к ситуации просто для меня выставил полный идиот когда я тебя понял все спасибо ребята спасибо за помощь все вам не нужна помощь уже больше да спасибо будем на связи все равно ладно что он будет позвонить ему до узнать как у них вообще все там вроде бы они готовы на диалог думаю помириться виктор и ольга помирились ольга бросила ездить на вызовы по стриптизу виктор нашел более высокооплачиваемую работу что ставит под удар семейное счастье чаще всего это вещи которые один из партнеров боится рассказать о себе другому опасается быть непонятым что делать такой ситуации когда вы не находите в себе сил признаться в чем-то любимому человеку перестаньте заниматься тем что потенциально унизит его достоинства берегите тех кто посвящает вам жизнь увидимся о